так друзья всем добрый день скажите как меня слышно если слышно отлично и картинку тоже видно до презентацию спасибо все спасибо давайте тогда начинать если у кого-то пропадает звук или там не видно не слышно вы пишите в чат мы тогда будем разбираться вот меня зовут посохов андрей я руководитель направления программируемый рельеф компании вот мне сегодня будет помогать софия целилова она руководитель продаж у нас компании по ходу нашего вебинара она будет отвечать на вопросы вам в чате но на которые я не буду успевать и нам будет помогать алексей кабалин это инженер учебного центра который вот второй день 10 апреля будет читать вебинар по самой среде программирования овен лоджик так ну коллеги я камеру буду отключать чтобы трафик съедать поэтому уж извините я буду вещать без камеры все ну давайте тогда начинаем еще раз представлюсь для новеньких меня зовут посохов андрей я руководитель направления программируемый реле помогает мне сегодня софия целилова руководитель продаж компании овен и инженер учебного центра алексей кабалин который будет читать вам вторую лекцию по овен лоджик вот сейчас коротко про наш регламент как у нас сегодня будет я постараюсь вас долго не задерживать расскажу все коротко но постараюсь емко вопросы задаем в чат вот где мы сейчас все общаемся и я буду по ходу нашего вебинара останавливаться например там ну каждый блок и отвечать уже на вопросы по ходу самого вебинара на вопросы вопросы можете задавать так ну поехали я начну с самого начала вообще что такое программируемый реле ну давайте там представим что у нас есть я думаю вы все без меня знаете огромное количество простых задач с которыми там справляется наш измеритель регулятор трэм пусть то пид регулятор пусть то двухпозиционный регулятор одноканальный двухканальный ну в общем огромное количество задач с которыми справляется трэм и это хорошо для этого в общем то нам трэмы и нужны но есть такие задачи которые уже более сложные где один трэм не справляются два трэма не справляются 5 не справляются и тогда мы сталкиваемся с рядом ну не побоюсь этого слова с рядом проблем уже когда сложные задачи мы решаем уже с помощью трэм опять же повторюсь трэм у нас есть для четких задач они существуют там прекрасно себе вот и мы сталкиваемся с рядом сложных задач это первое то что это много оборудования это каждое оборудование нужно настроить на каждое оборудование у нас будет на каждый прибор у нас будет свое руководство по эксплуатации которое нужно прочитать и настроить это неудобные неудобное подключение большое количество линий связи да и у каждого прибора жесткая логика то есть если он считает импульсом будет считать импульсом вот например какие-то там аварийные сигналы и так далее то есть приборы таким способом не будут покрывать все потребности про настройку я уже сказал ну и тоже важный момент сложная синхронизация например на одном приборе там произошло событие это все должно все об этом должны узнать все приборы и опять же это не всегда реализуемо ну и тоже немаловажный момент это покупать под одну задачу там 5 и более приборов это не не выгодно это дорого в общем для таких задач и существует свободно программируемые устройства а в частности программируемые реле сейчас пойдет речь о них вообще что же такое программируемые реле это прибор логику которого пользователи там мы с вами пишем самостоятельно на языке функциональных блоков сейчас это язык функциональных блоков он достаточно простой то есть там готовые счетчики там готовые таймеры там готовые триггеры все уже блоки написаны и готовы среда написания этого вен лоджик это наша разработка на полностью русскоязычность правка поддержка техническая поддержка весь интерфейс все на русском языке все понятно вот это что касается программируемых реле какие у нас сейчас есть компании линейки программируемых реле сейчас это представлено таким образом я здесь намеренно не говорю про программируемые реле уже более скажем так давние это ps 110 и ps 114 здесь я уже указываю нашу новую всю обновленную линейку если можно вот увидеть если можно увидеть то все выполнены в одном стиле этой pr 100 и pr 102 и 200 и pp 120 все в сером корпусе все автоматного кроме pp 120 в автоматном корпусе генреевичного исполнения вот и я сейчас коротко расскажу так я увидел про видео пропала видео меня или видео картинки так коллеги меня слышно давайте начнем поставьте если не видно картинку плюсы пожалуйста так картинку не видно все мне подскажут что налаживается это возможно что и на вашей стороне тоже бывают сбои но сейчас все сидят в интернете это нормально все едем дальше сейчас у нас ну так глобально четыре прибора каких отраслях у нас используются наши программируемые реле это водоподготовка это вентиляция это вентиляция это отопление управление станками автоматический ввод резерва и освещение ну понятно что это далеко не весь так пишет что картинки не видно всех так видимо она появляется и пропадает так напишет то что кто перезагрузил и появляется так ну что едем тогда дальше перечень применений так сейчас видно друзья давайте так еще раз видно ли картинку так так у кого не видно обновите пожалуйста страницу говорят что это помогает друзья давайте я буквально две минуты подожду перезагрузитесь пожалуйста чтобы у всех было все видно ligen да а в да 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 а да да Так, ну давайте тогда идем дальше Я думаю, что все уже обновились Опять, по применению Это далеко не весь перечень применений То есть спектр применений очень широкий Это лишь основные направления И сейчас я Так, друзья, давайте еще раз расскажу Видео у меня сейчас нет Чтобы не грузить трафик Картинку, чтобы было видно презентацию Нужно обновить страницу Ну и звук, я как понимаю, есть Поэтому давайте идем дальше Большинство говорят, что звук и картинка видно Поэтому обновите, пожалуйста И сейчас, в общем, я подробнее остановлюсь На каждом программируемом реле Первое, о чем хотелось бы рассказать Это программируемое реле PR100 Это наше компактное программируемое реле Для простых локальных задач автоматизации До 20 каналов ввода-вывода Питание у прибора в зависимости от модификации Может быть 24 вольта Либо 230 вольт Питание входов, соответственно, тоже 24 вольта, либо 230 вольт Про каналы я уже сказал Их 12 либо 20 В зависимости от модификации И располагается это все в 5-диновом Исполнении То есть 20 каналов ввода-вывода Легко умещаются в 5-диновое исполнение Так, мне опять пишут то, что Так, ну, друзья, смотрите У кого-то нет, у кого-то есть Здесь тяжело мне что-то решить удаленно Ну, в любом случае, друзья, у кого не видно Запись вебинара будет Мы обязательно его выложим Все, спасибо, друзья Идем дальше По общим моментам я сказал Что касается входов-выходов То у прибора есть дискретные входы Опять же 24 либо 230 вольт В зависимости от питания Есть аналоговые входы В модификациях на 24 вольта И стандартные наши реле Дискретные выходы Есть в каждой модификации прибора И что касается таких отдельных характеристик Это у нас в том году В конце появилась модификация RS-485 Прибор, программа в прибор загружается С помощью USB кабеля И температурный диапазон расширенный То есть прибора можно использовать В неотапливаемых помещениях От минус 40 градусов Теперь чуть подробнее Про аналоговые входы Аналоговые входы есть в модификациях На 24 вольта И вход может работать в трех режимах Первый режим это аналоговый режим 4,20 мА либо 0,10 вольт Для подключения всевозможных датчиков давления Температурных датчиков С нормирующим преобразователем Это обратных сигналов От частотных преобразователей Ну и так далее В общем использовать 4,20 мА 0,10 вольт Это унифицированные входы И режимы дискретном Тоже с питанием 24 вольта Кнопки, выключатели, переключатели и так далее Вот Аналоговых выходов у данной модификации нет Ну и это логично Это у нас самые простые приборы Для простых задач Поэтому здесь Очень важна такая комбинация Как цена и функционал Так у PR100 есть один RS-485 Причем приборы простые Приборы для простых задач Но этот RS-485 может работать в двух режимах Либо в мастере, либо в слейве Если прибор работает в мастере То можно увеличить количество точек Вода-вывода Например, вот как на картинке справа Показано с помощью модуля MX-110 Можно управлять частотными преобразователями Опрашивать датчики Например, там ПВТ-100, ПВТ-10 По RS-485 Либо же выводить данные для настройки На панели оператора В облачный сервис И так далее То есть Прибор вроде как и условно слепой Но при наличии RS-485 Данные можно вывести на панель Идем дальше Про вот эти дополнительные функции Которые хотел вам рассказать Опять нет картинки, друзья Давайте так Если нет картинки Вы обновляете страницу Если у вас опять нет То тогда пишите, что картинки нет Чтобы просто я не отвлекался Для вас здесь много Уже больше 100 человек Поэтому у кого-то есть У кого-то нет Хорошо Все, спасибо Идем дальше У прибора есть верхняя откидная крышка Опять же для удобства эксплуатации Прибор скрывать не нужно Например, для замены батареи И батарейка здесь тоже выполнена С характеристиками от минус 40 до плюс 55 градусов USB для программирования Все у нас приборы теперь программируются с помощью USB Здесь это micro USB И очень важное тоже дополнение То, что питание подавать на прибор не нужно Взяли прибор Поднесли его к компьютеру Подключили micro USB кабель И прибор прекрасно себе питается от компьютера Загрузили программу Подставили второй прибор И так далее Тоже очень удобно Что касается задач Которые выполняют Для которых берут такого рода приборы Они тоже спектр Довольно широкий От простых задач Полива на даче До управления освещением Поддержания уровня И так далее Ну, то есть Все простые локальные задачи Зачастую они дискретные задачи Включение-выключение И так далее И по стоимости Прибор От 5000 рублей То есть это Сейчас в нижнем ценовом сегменте Для простых задач Так Друзья, давайте я тогда Попробую ответить На часть вопросов Которые есть Батарейка Да, батарейка здесь используется Для часов Реального времени И Попробую найти В этих сообщениях Еще вопросы Продублируйте, пожалуйста, ваши вопросы Если я на них не ответил Вот Касательно PR100 Если будут вопросы Там PR200 И по другим Я Тоже дальше Про это буду рассказывать Василий Чернышов Спрашивает Среда программирования Какая? Среда программирования OvenLogic У нас на сайте Лежит бесплатно Про нее Будет очень подробно Рассказывать 10 апреля Алексей Кабалин Тоже есть На сайте у нас Форма для регистрации Можно посмотреть Как в этой среде Работать Владимир Бердичевский Спрашивает Объем памяти Программ Ну давайте Я вам скажу В Таких цифрах То что Функциональных блоков То есть Жестко Здесь, конечно Какого-то Задания Программ Как у наших Европейских Коллег Нет Все зависит От типа Блока И вообще От самой Логики Вот PR100 Вполне Себе Поддерживает Порядка 500 Функциональных Блоков То есть Ну Вполне Себе Функциональный И это Простой Прибор Так На PR200 И PR102 Объем Программ Значительно Больше Там Порядка Тысячи Функциональных Блоков Так Сергей Спрашивает Для Термосопротивления Входы Есть На PR100 Таких Входов На PR200 И PR102 Да Такие Входы Есть Реально Без опыта Научиться Программированием Да Я считаю Что это Реально Я Тому Пример Где Там Люблю Рассказывать Эту Историю Что Там Пять лет Назад Я Открещивался Вообще От приборов С программированием То есть Вообще Никак К ним Не подходил А Спустя Год Уже Год-полтора Уже был Продукт-менеджером По этим продуктам Писал Программы Уже Более 100 Программ Написано При этом То, что У меня Опыта Программирования Совершенно Нет Функциональные Блоки Это Довольно Таки Простой Язык Программирования Спрашивают Можно Использовать PR100 Как Модуль Ввода Ввода Да В модификациях RS485 У нас Некоторые Наши Партнеры Клиенты Используют Вполне Себе Вход Под ПТ100 Есть Вход Под ПТ100 Есть На Последующих Приборов Можно ли получить Прибор Для тестирования Да Прибор Получить Для тестирования Можно Напишите Мне На Почту Есть Либо Заполните Форму На Сайте Почту Я еще Раз Покажу В самом конце Так Давайте Пойдем Дальше Давайте Пойдем Дальше И Если Что Повторите Тогда Вопросы На Другом Блоге Чтобы Долго Не Останавливаться Теперь Я чуть Подробнее Расскажу Про ПР200 Возможно На часть Вопросов Я Отвечу ПР200 Это Наш Флагман Линейки Программирован Реле У прибора Есть Уже Встроенный HMI Для Настройки Конфигурирования Прибора Этот HMI Настраивается В среде Винлоджек Довольно Просто И Алексей Вам 10 апреля Тоже Все покажет Питание Прибора 24 вольта Либо 230 вольт Тоже Все по Стандарту И Здесь Уже До 24 Каналов Вода Вывода Кроме Того Что Есть Собственные Каналы Вода Вывода Прибор Можно Расширить С помощью Наших Модулей ПРМ То есть Подключить По внутренней Шине Модули ПРМ Причем Не нужно Настраивать Никакие Подробные Настройки Скорости Передачи Данных Скорость Передачи Данных Номера Устройств И так далее Входы Прибора Появляются Как собственные Входы И таких Модулей Расширения Можно Подключить Два Что касается Входа Выхода То здесь Уже Есть И дискретные Входы И аналоговые Входы И дискретные Выходы И уже Аналоговые Входы Тоже Про них Подробнее Расскажу Чуть Позже Вот Ну и Тоже Дополнительно Прибора Уже Два RS-485 Может быть И Также Программирование С помощью USB Но здесь Тоже Важно Отметить Что PR-200 Он из Всех Тех Приборов Которые Здесь Указаны Он Чуть Ранее Появился И от USB Еще Прибор Не Может Питаться Чтобы Загрузить Программу Нужно Подать Питание Но я Сейчас Подробнее Расскажу Про Аналоговые Входы И вот Здесь Были Вопросы Про Аналоговые Входы То есть У прибора Может Работать Четырех Режим Прибор Аналоговые Входы Это Опять же Унифицированные Сигналы 420 МА 010 Вольт Это Дискретный Режим 24 Вольта И Тоже Вот Уникальный Для Данного Класса Устройств Да И В принципе Для Рынка Это Возможность Подключить Датчики 5C NTC 5C NTC До 4 Киловом Это Датчики Термометра Сопротивления Советуем Мы Подключать PT1000 Термометры Сопротивления Так как Схема Подключения Двухпроводная Чтобы Точность Измерения Была Лучше Чтобы Погрешность Была Меньше Ну и Всевозможные Потенциометры Которые Тоже У нас В номенклатуре Есть То есть Аналоговые Входы Здесь Уже Более Широк Аспект Аналоговые Выходы Здесь Тоже В зависимости От модификации Либо 420 МА Либо 010 Вольт Тоже Вы Заказываете Отдельно Если Нужно 420 МА Вы выбираете Модификацию 420 МА Если 010 Вольт То 010 Вольт Идем Дальше Про Расширение Входов С помощью Наших Модулей ПРМ Ну вот Как это Так Внешне Выглядит Между Собой ПРМ И Головное Устройство ПР200 Соединяется Специальным Шлейфом Он идет В комплекте Все Довольно Просто Ничего Не нужно Прикручивать Ничего Не нужно Настраивать В среде Лоджик Нужно Добавить Лишь ПрМ На холст И они Добавляются Как Собственные Входы Выходы Это Очень Удобно И Очень Просто Я Раньше Сравнивал Это Как С Конструктор В общем Лего И Таким Образом Можно Расширить Собственные Каналы ПР200 До 56 Штук Это Кроме RS-485 Вот Что касается ПРМ Кроме Того Кроме ПРМ Можно Подключать Устройство По RS-485 Вот Здесь Я думаю Что Наглядно Видно У прибора Два RS-485 Он И Каждый RS-485 Может Работать В любом Режиме То есть Это Могут Быть И Оба Слейва И Оба Мастера И Вот Как Здесь Указано Один Слейв Другой Мастер То есть Управлять Частотными Преобразователями Выводить Данные На Панели Оператора Расширять Собственные Входы Выходы Опрашивать Датчики ПРС И так Далее А По-другому Передавать Данные Ну опять же Например В наш Облачный Сервис Или На Локальной Панели Оператора На Тоже ИПП 120 Или СП 310 Или 307 Вот Что касается Применения Ну опять же Я уже Говорил Основное Применение И по Типу Сигналов И В принципе Для Прибора Это Вправление Вентиляции Приборы Есть и аналоговые Воды И аналоговые Выходы Это Управление Насосными Группами Это Управление Отоплением Ставится На Станки У прибора Есть Модификация С транзисторными Выходами Например Для управления Клапанами Для управления Станками И так далее Что касается Цены То Тут Прибор Уже Более Высокого Класса С HMI С Расширенными Функциональными Возможностями Прибор Уже Немножко Подороже От 6 900 Стоит Давайте Я тогда Отвечу На часть Вопросов И Перейдем Уже К Пр 102 Спрашивают Будет ли Прибор С быстрым Входом Да Такой Прибор Будет Но Чуть Позднее Я Ну Такой Небольшой Инсайт Для всех Кто здесь Присутствует Прибор С быстрым Входом Разрабатывается Будет Он У нас Я очень Надеюсь Что этим Летом Мы его Выпустим И у него Будет Ну Давайте Я в конце Скажу Что И какие Еще У него Характеристики Будет Вот Не будем Останавливаться Сейчас Прибор Для тестирования Получить Можно Конечно Да Вам нужно Заполнить Опять же Заявку Либо на сайте Либо написать Мне на почту Почту Я опять В конце Подольше Подержу Чтобы Успели Записать Так Энкодеры Понятно То что Сейчас Подключить Можно Но Частота Входа До Там Ну В среднем Это 200 250 Герц Все Зависит От Сложности Программы Так Ну Здесь На часть Вопросов Алексей Уже Ответил Я смотрю Да Спасибо Алексей Так Друзья Про Прибор С быстрым Входом Я ответил Когда Будет Модель С Ethernet И возможно Программировать Через него Так Давайте Я вам На этот Вопрос Отвечу Уже В самом конце Такой Прибор Скажу Что Будет Пока Что Так Давайте Теперь Про PR102 То есть PR102 Это Программируемый Реле Тоже Выполнено На базе PR200 Там Такой Пронцессор Кстати Видел Вопрос Про Про Процессор Там Процессор STM32 070 То есть STM Процессор PR102 Это Прибор На 40 Каналов Вода Вывода То есть Это Самый В общем Густо Усеянный Входами Выходами Прибор То есть Самая Большая Плотность Каналов Вода Вывода И Я так Не то что Подозреваю Знаю Что это Самый Плотный Прибор Вообще На рынке По каналам Вода Вывода И Здесь Самый Бюджет Канал Водов Вывода То есть Я считаю Что на этот Прибор Стоит Обратить Внимание У нас Сейчас Вышли Модификации Пока что На 230 Вольт И Вот В планах Конец Апреля Май Модификации На 24 Вольта Прибор Очень Интересный Сейчас Я покажу У прибора Опять же Питание Либо 24 Либо 230 Вольт И На борту Аж 40 Каналов Водовывода В корпусе 7 Дин То есть В корпусе В котором PR200 То есть В 2 раза Больше Каналов Водовывода А при помощи ПРМ Количество каналов Можно расширить До 72 Каналов Водовывода То есть У нас Программируемый Реле Вполне Себе Сейчас Справляется С задачами До 100 Точек Водовывода То есть То что Изначально У нас Было Программируемое Реле Включить Выключить Уже Давно Не такое Это уже Полноценный Микро ПЛК Вот По дискретным И вообще Входом Выходом Здесь Также Полный Спектр И дискретные Входы Выходы И аналоговые Входы Выходы Так Опять По картинку Давайте Если картинки Нет Обновляйте Все Ну это Извините Возможно Что с моей Тоже стороны Есть Проблема Интернет Сейчас Я говорю То что Все Сидят В интернете Качество Связи Хромает Качество Связи Хромает Так Ну и По дополнительным Возможностям Также 2 RS-185 Как на PR-200 Температурный Диапазон Здесь Расширенный Тоже От минус 40 градусов Питается Прибор И Загружается Программа Через Микро USB кабель Поэтому Прибор Довольно С хорошим Функционалом Сейчас Чуть подробнее Остановлюсь На этом Здесь Уже 8 Аналоговых Входов Которые Можут Работать Уже В большем Количестве С большим Количеством Типов Сигналов По стандарту Это Унифицированные Сигналы И режим Дискретный Это Мы уже С вами Обговорили И Вот Новый Тип Сигналов Для Данного Класса Устройства Это Тип Сигналов 0 до 300 Килов То есть Мы можем Уже Подключать Все Стандартные Бюджетные Датчики ПТС Мы можем Подключать Термометры Сопротивления До Ну 1000 Омные Желательно Потому что Диапазон От 0 до 300 Килов Это Всякого Рода Опять же Потенциометры Но И здесь Стоит Отметить Что Ну Во-первых Датчики ПТС НТС Могут Быть 10 Килоом Это Первый Момент Второй Момент Это То Что Все Эти Сигналы Уже Прописаны В прошивке Привора То есть Вам не нужно Выбирать Макрос Из онлайн Базы Макроса Вы настраиваете Вход Вам просто Нужно Выбрать Тип Датчика Как это На наших Термах Вы просто Выбираете Тип Датчика Это Первый Момент Второй Момент Для Настройки Входа То есть Какой Будет Вход Использоваться 4.20 Либо Датчик ДТС Либо Дискретный Режим Нужно Всего Лишь Провести Настройку В среде Программирования Вскрывать Корпус Как это Было Раньше Не нужно Просто Делается Все Программа По Аналоговым Выходам Аналоговых Выходов Здесь Два Они Опять же У нас И аналоговые Входы И аналоговые Выходы Доступны В модификациях На 2.4 Вольта Сейчас Пока Их Продажи Нет Но Вот Ждем Когда Выйдет Здесь Аналоговые Выходы Универсальны То есть Если На PR200 Нужно Было Выбирать Какой У нас Будет Модификация То Здесь Прибор С аналоговыми Выходами Может Работать Либо 4.20 МА Либо 0.10 Вольт Все Выбирается Программно Опять же Устанавливается Программа Тоже Очень Удобно По Прм Здесь Все То же Самое Как и на PR200 До Двух Модулей Расширения И до 72 Каналов Водовывода И Мне Часто Задают Вопрос По Поводу Почему Там Всего Два Модуля Ввода Вывода Давайте Их 8 Сделаем Давайте Их 16 И так Дальше Ну И То Что Два Модуля Вывода Это Плохо У Наших Друзей До Восьми До Шестнадцати И так Дальше В общем Здесь Ответ Очень Простой Здесь Важно Сравнивать Во-первых Не Количество Модулей А Количество Каналов Если Например Вы Здесь Сравните PR102 И Два Модуля PRM То Получится 72 Канала Ввода Если Вы Сравните Других Производителей То Там Дай Бог Чтобы 30 Каналов Набралось Вот Поэтому Ну И стоимость Там Будет Скажем Так Завышенная Поэтому Всегда Нужно Смотреть На Количество Каналов А Не Количество Модулей Расширения Так Давайте Пойдем Дальше Про RS-485 История Ровно Такая Как и На PR200 Ну Здесь Подробно Не буду Останавливаться До Двух RS-485 Режим Мастер Либо Режим Слейф Применение Тоже Схоже С PR200 Это Вентиляция Это Отопление Это Управление Станками И так Дальше И как У PR100 У PR102 Тоже Открывающаяся Верхняя крышка С батарейкой Для быстрой замены батарейки Тоже удобно Для подключения Для программирования И так далее То есть прибор Вполне себе Тоже удобный Съемные клеммы Питается от USB Для программирования Даже видите Я здесь слайд копировал От PR102 Не поменял Поэтому Все то же самое Все то же самое Все они были Сделаны В одном стиле Так И цена Ну опять же Здесь От 9 900 тысяч рублей Но Тоже Если вы посмотрите Это самая бюджетная Цена за канал Вообще В принципе На рынке Которая существует Так Давайте я попробую Ответить Если Алексей Какие-то вопросы Не ответил Но я так подозреваю Что на все он ответил Так Алексей Спасибо То что Ответили на вопросы Давайте я так Еще раз повторю То что На PR Сейчас Сертификат Таможенного союза На всю линейку Сертификат Средств измерений Ну Пока нет Если будет такая необходимость То пишите мне на почту Будем общаться Возможно Мы его получим Если будет в этом необходимость Что за гнездо Посередине Я так понимаю Под крышкой Это для Загрузки В общем Программы На заводе Для прошивки На заводе Время цикла Программы Минимальное время цикла Одна миллисекунда Поэтому Я говорю то что Приборы Вполне себе Функциональны И Не ПЛК ПЛК конечно Намного мощнее Покрывается Ну Занимает свое место А PR Это для таких Средних Локальных задач Автоматизации Так Идем дальше Пару В общем слов Отдельный цифровой дисплей Дисплей можно подвести Здесь на ПО ИРС 485 У нас Я тоже дальше покажу Сейчас Такая Активная связка Самая Одна из распространенных Это PR100 Плюс ИПП120 Либо PR102 Плюс ИПП120 Сейчас часто берут То есть ИПП120 Удобно вставить В Отверстие Из-под кнопки И PR100 Либо 102 Прекрасно себе Живет В Шкафу На один рейке Так Давайте дальше Про PRM Я хотел сказать У нас сейчас есть Два Два глобальных Две глобальных Модификации PRM Это PRM1 Который вот слева Чисто дискретно У него 8 дискретных входов 8 дискретных выходов Питается прибор Либо 24 Вольт Либо 230 Вольт Ну и дискретные входы Так же Либо 24 Либо 230 Вольт Сейчас прибор Стоит 4,5 тысячи И PRM3 Это Такая Тяжелая Артиллерия У прибора Это полностью аналоговый Модуль расширения У него 4 аналогового входа И 2 аналоговых выхода Но Тоже стоит Отметить Что у этого прибора 4 аналоговых входов С широчайшим Спектром Датчика Ну Если знаете Там Полноценный вход От наших ТРМ То есть Можно подключить Напрямую Термометры Сопротивления Унифицированные Сигналы 4,20 0,1 Вольт И самое важное Это термопары Часто спрашивают Можно ли подключить Термопары Да Можно с помощью Модуля расширения ПРМ3 И все настраивается Опять же Программно Выбирается Код типа датчика Не нужно там Преобразовывать Что-то Все идет Программно И 2 аналоговых выхода Аналоговые выходы Также универсальные Как я рассказывал На ПР-102 Вы берете 1 ПРМ И выбираете Может 1 выход У вас быть 0,10 Вольт 2-й 4,20 мА Либо оба 4,20 Либо оба 10 Как вы выставите В программе Про ИПП-120 Это Почему в общем-то Этот прибор У нас в линейке Он Полностью Выполнен На базе Программирования ПР-200 ПР-200 Иногда его даже Называли ПР-200 Без входа Выхода Ну в общем Как его только Не называли Из-за Основных Характеристик HMI Как в ПР-200 То есть Те же кнопки Только Поменьше Такой же точный экран Питается прибор 2-й 4,20 И программируется С помощью Овен Лоджик То есть Здесь можно Написать Полноценную Программу Управление Как в ПР-200 Ну либо ПР-102 Вот Что касается Применения Основное Применение Это Конечно Выносной Экран Это конечно Выносной Экран ПР-100 ПР-200 ПР-102 Покупается ПР И для удобства Чтобы Не монтировать Тот же ПР-200 На дверцу Щита Ставится И ПР-120 И там Дублируются Какие-то сигналы Ну либо Просто для настройки ПР-100 То есть Это такая Сейчас популярная Связка у нас Вот Кроме того Прибор может Выступать Мастером сети Управлять Например Насосными группами Управлять Частотными Преобразователями И стоимость Прибора 5400 рублей Это уже Все у нас Обновленные Стоимости Тоже Опять же В нижнем Сегменте Так По По Приборам Которые Я хотел Рассказать У меня Все То есть Именно По приборам Давайте Я тогда Посмотрю Вопросы Опять же Я думаю Что Алексей Уже Передил Ну Смотрите Не думали ли Сделать Какой-то Индикатор Для PR Подключаем По интерфейсу Для модуля PRN Ну Как Думает Конечно Думали Но Там Сейчас Ряд В общем Таких Накладок Ну Во-первых Это Наводки Сейчас Этот Интерфейс Позволяет Подключать Сигналы До Чтобы не соврать По-моему 5 сантиметров Дальше Уже Не стоит Делать Потому что Будут Наводки Поэтому Поэтому Интерфейсу Пока Нет Что Будет Дальше В новых Приборах Сказать Сложно Но Этот Вариант Мы Рассматриваем И Будем Думать И ваши Идеи В общем Мне они Очень важны Поэтому Всегда Пишите Я всегда На связи Чуть ли Не 24 на 7 Вот Александр Пишет Мене СПК Ну Да И так Его Называли Мене СПК Но Конечно СПК Здесь Не сравнится Здесь И маленький Экран И Мощности Но Прибор Может Управлять Модулями Расширения Не ПРМ А По RS-485 По RS-485 Ну И как раз Получается Ответил На вопрос ПРМ Не Может Управлять А Всеми Устройствами У которых Есть RS-485 И Модбас Вполне Себе Спрашивает Сталкеры У нас ПР-200 ПР-102 Я так понимаю Будет ли протокол МКУ-ТТ И ПСУА На этих приборах Скорее всего Нет На последующих Я рассматриваю На Последующих Приборов Если Подключить К ПР-200 Модуль Серии МВ-110 Скорость Будет Заметно Ниже Чем Если Подключить ПР-М Я бы Не сказал Что Если Один Модуль RS-485 Она Будет Естественно Ниже Но Незаметна Я думаю Что Существенного Изменения Нет Чем Больше Конечно Будет Устройств И опрашиваем Регистров Тем Скорость Будет Конечно Ниже Именно Опросы Скорость Программы Не изменится Так ПР-102 Сколько Стоимость Возможно Позже Зашел И не Видим ПР-102 Стоимость А Ну Давайте ПР-102 От 9 900 Сейчас ПР-100 От 5000 Опять же Все Актуальные Цены Мы Их Не скрываем Они у нас Есть На сайте Можно Скачать Как полноценный Прайс-лист Вообще По всему Оборудованию Либо На страничке Каждого прибора На каждую модификацию Есть цена Вот От 5000 ПР-100 Стоит По какому протоколу Идет обмен Между ПР и ПРМ Ну Это Там Внутренний Протокол Поэтому Я думаю Что это Не важно Как запрограммировать Кнопки Сейчас У кнопок Жестко Заданный Функт То есть Escape Это там Отмена Либо Выйти Alt Это Установить Значение Либо зайти В меню Сервисное меню Там Стрелки Вне сверх Понятно Select Это Редактирование И Окей Это Применение Сейчас Пока так На последующих Приборах Кнопки Будут Программированы Ну В общем Их Можно Будет Запрограммировать Они Уже Будут Функциональны Так Давайте Тогда Пойдем Дальше У меня На самом деле Немного Осталось Я Хотел Вам Рассказать Как повысить Немножко Свои Знания ПР И Вовен Лоджик Ну Во-первых У нас Появился Новый Раздел Где У нас Есть Видео Уроки На сайте Не Только По Вовен Лоджик Или ПР Также По другому Оборудованию По датчикам По блокам питания Частотным преобразователям По свободно Программируемым Устройствам По Нашим ТРМ По Оборудованию Майертех Это Электротехническое Оборудование То есть По всему Можно Почитать В том числе Пройти Небольшой Курс По Венуж Можно Скачивать Примеры На страничках По Вен Лоджик И Приборов То есть Там Есть Пример Там Есть Описание Этого Примера Что и для Чего Сделать Тоже Удобно Можно Загрузить Там Свой Прибор Можно Посмотреть В режиме Симуляции Как Это Работает Вот Это Видео Уроки На нашем Учебном Портале Эду Эду Овен Самый Интересный Момент Я тоже Люблю Про него Говорить Это Скачать Овен Лоджик Сайт Он Бесплатный И Попробовать Что имею Ввиду Просто Скачали Овен Лоджик Придумали Себе Задачу Управлять Уровнем И Сами Пробуйте Программировать Я В общем Так Изначально И учился На Управлении Уровнем Как САУ У нас Управляет САУ М7 На Осушение На Заполнение Смотрел Какие Сигналы Есть Ой Прошу 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 Функциональные Блоки Пробовал 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 И Через День У меня Получалось Управлять Уровнем И Заходите На Страничку Учебного Центра Тоже Там У нас Есть Оффлайн И онлайн Курсы Тоже Можно записываться И платные И бесплатные Поэтому Учись Не хочу Ну и Про Хотел сказать Тоже Пару слов Про Вебинар Который Будет Второй Десятого Апреля Там уже Будет Подробно Рассказано Про Саму Среду Овен Лоджик Он Также Будет В 11 Часов Вы Можете На него Зарегистрироваться Что Там Будет Опять же Повторюсь Там Будет Рассказан Полноценный Интерфейс Среды Программирования Что Где Находится И для Чего Какие Есть Функциональные Блоки Там Будет Показано Написание Простейшей Программы Написание Простое А программа Будет Управлять Котлом Будут Рассмотрены Все Основные И Самые Популярные Функциональные Блоки Показано Как Создавать Макросы На основе Этих Функциональных Блоков Вообще Что Такое Макросы Как Создавать И писать Эти экраны Как на PR200 И П120 Ну и Как Передать Данные В облачный Сервис И вообще Управлять Прибором С другого Конца Света Если Коротко То вот Так Я Обещал Что Оставлю Почту Подольше Чтобы Вы там Могли Записать Написать Мне на Почту Я Опять же Постоянно На связи И Обещал Рассказать Про Немножко Про Наши Планы Приоткрою Немножко Завесу То что У нас Этим летом Планируется Выйти в прибор Первый прибор Линейки PR Уже С Ethernet Он Он Будет У нас Называться PR103 У него Будут Быстрые Входы Также Быстрые Входы Быстрые Транзисторные Выходы У прибора Будут Аналоговые Полноценные Входы Ну и опять же Ethernet Позволяет Быстрый Доступ Воблака То есть Выгрузка Параметров И так далее То есть Прибор Уже Будет Совершенно Нового Класса Так Давайте Я отвечу На вопросы PR200 Работает С Модбас Рту И Модбас Аскхи Вот PR103 Уже Будет Работать По Модбас ACP Сложнее Придумать Себе Задачу Да На самом Деле Придумать Наверное Сложнее Но Можно Посмотреть Где Используется Наша PR200 Например Открыть Каталог Проектов И Посмотреть Как Это В общем Делается Опять же У нас Есть Серия Видеороликов Где Выполняются Простые Задачи Создание Например ТРМ На базе PR200 Создание Регуляторов Уровня Создание Таймеров Счетчиков И так далее То есть Тоже у нас На сайте Эта информация Есть Дементьев Андрей Пишет Был На Учебе В ОВЕН По КДС Каждый день Давали Очень Интересные Задачи Да Учебный Центр У нас С Высококвалифицированными Специалистами Они И знают Полноценно Наше Оборудование И знают Как это Преподнести Вот Такие Ж В общем Курсы Есть И По PR200 Тоже Герман Спрашивает Не думали Добавить В ОВЕН Ложи Какой-нибудь СТ Подобный Язык Да Конечно Такие мысли У нас Были Они у нас Есть И Даже Ставим В планы То что У нас Приборы Сейчас Выходят Все Мощнее Мощнее Все Сложнее Сложнее По крайней мере По функционалу И мы Понимаем То что Пользователям Нужен Будет СТ Подобный Язык Для Добства И быстроты Написания Программы И отладки Поэтому Сейчас Думаем Думаем И Скорее Будем Реализовывать Возможно На базе Данных Реле Реализовать Погода Зависимая Регулирование Трехходовым Клапаном С двухпозиционным Приводом Да Возможно Я считаю Что даже Довольно Таки Просто Но Если Есть Опыт В программе Нет Если нет Нужно Нужно Будет Недельку Посидеть А потом Просто Уже Это уметь Делать Почта У меня Сейчас На На экране На презентации Я думаю Потому что Сейчас Уже Должно Прогрузиться Так Будет ли У него Веб Интерфейс Веб Интерфейс Как Такового Нет Веб Интерфейса Не будет Но Будет Быстрый Доступ В Облачный Сервис Я понимаю Что это Не одно и то же Но Прибор Можно будет По Азернет Добавить Два Клика Об Облачный Сервис И там Уже Управлять Им Параметры Отображать Либо Управлять С мобильного Устройства Прогноз Цены Я так понимаю Что это Про PR103 Я Планирую Его В том же Ценовом Диапазоне Как PR102 Плюс Ну Там Плюс-минус В общем Про МКТТ Я уже Говорил Думаем Возможно Будет Да Спасибо Николай Продублировали Почту Спасибо Где найти Примеры Примеры У нас Есть На сайте Можно Посмотреть В разделе Овенлогик Овенлогик У нас Находится Прямо На стартовой Странице Сайта И там Есть Примеры Как Видео Так И Примеры По Программированию Так Про Курсы В Санкт-Петербурге PR200 Там Точно Проводились Курсы Сейчас Не Подскажу Может Алексей Подскажет Андрей Пишет То Что Курсы По Кудасис Просто Открыли Чудесный Мир Автоматизации Всем советую Да Андрей Спасибо За отзыв Спасибо На PR2003 Будет Снижено Время Основного Цикла Ну Там Как Смотрите Прибор Будет По Мощности Да Значительно Мощнее PR200 Раза Наверное Так В 3 Там Будет Совершенно Новые Технологии Мы Планируем Туда Также Добавить И Например По Modbus Это Групповые Запросы Прибор Будет Мощнее Скажу Так Да Софья Скинула Примеры Решений Спасибо В Казахстане В Казахстане Курсов Нет Но Мы Например Выезжаем И проводим Также Однодневный Либо Двухдневный Семинар Для В общем Повышения Квалификации Сотрудников Планируется Либо Прибор Типа Маршрутного Контроля Читающий G-код К сожалению Нет Мы Такого Пока что Не Планировали Если У вас Есть Информация На Позже Мне Пишите Я Обязательно Отвечу Мы Смотрите Изначально Можете Написать Мне Это Самый Простой Заход Можно Посмотреть Контакты У нас На Сайте В Учебном Центре Тоже Как Реализована Гальваническая Развязка Входов На ПР Ну Честно Признаюсь Как она Реализована Я Не скажу В схемотехнике Не так Силен Но Она Есть Гальваническая Развязка Есть На ПР 200 Там Она Есть От Основного Питания От Процессора И Групповые Развязки Входов И Выходов Так Алексей Да Спасибо То Что Продублировал Учебного Центра Так Ну Друзья Я Так Понимаю То Что Основные Вопросы Уже Я Ответил Если Будут Вопросы Вот Моя Почта Так Пожалуйста Пишите На почту Я буду Стараться Отвечать Если У меня Будет Не хватать Ресурсов Мы будем Подключать Инженеров То есть Я Всем Отвечу Я Тогда На свою Почту Жду Ваши Идеи Вопросы Предложения Опять же Ну И Всем Спасибо За Внимание У Меня Все И Ждем Вас 10 Апреля Уже На Курсе По OvenLogic Там Будет Все Подробно Рассказано Алексей Покажет И расскажет Про OvenLogic Еще раз Всем большое Спасибо 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 за Очень Интересные Вопросы Предложения Все Всем всего доброго До свидания Субтитры Субтитры